Всем привет, дорогие друзья! Локомотив только что, ну по крайней мере для меня только что, сегодня сыграл в ничью с питерским зенитом 1-1 в Санкт-Петербурге и это лично на мой вкус довольно хороший результат, ну не идеальный, могли выиграть и хотелось конечно этой победы, ну и хотелось и могли, да, наверное в таком порядке нужно это говорить но главное нам удалось не отпустить далеко зенит, мы отстаем от него на 2 очка и также на 2 очка отстаем от Краснодара, но у него матч в запасе для вас возможно, когда вы смотрите это видео, уже известен результат матча Краснодара с крыльями советов, но для меня это тайна и буду надеяться, что все-таки какие-то очки Краснодар начнет терять все-таки в таких матчах пора бы уже и дать шанс другим, но для нас конечно важнее всего то, что локомотив после ну очень блеклой и очень странной игры с химками смог вернуть веру в себя смог поехать в Санкт-Петербург и не просто добыть очки, а сделать это в очень даже хорошем привычном стиле, локомотивском стиле и вот теперь я уже вижу действительно локомотив Галактионова, к которому я привык за последние 2 года это очень-очень приятно сейчас будем говорить об этом матче, но для того, чтобы полностью вообще всю картину прояснить нам нужно вернуться немножечко в прошлое на несколько дней в Ростов-на-Дону, где Михаил Галактионов, главный тренер локомотива очень сильно удивил и меня и наверное всех вообще вокруг составом, который он выбрал на эту игру если помните, ну я по крайней мере в телеграм это писал, не помню вообще говорил я это в видео, но в телеграме я точно это писал, что теперь матч в Ростове, в Ростове-на-Дону не так уж и не важен для локомотива да, в нем нету турнирной интриги, локомотив точно занял первое место в группе Кубка России точно вышел на Московское Динамо и казалось бы, ну по логике надо выпустить там абсолютно второй состав вообще не возить на поезде в Ростов-на-Дону всех наших лидеров дать им отдохнуть в Москве, спокойно готовиться к Питеру и не думать вообще об этой игре как о чем-то хоть сколько-то нужном и важном но из-за того, что мы проиграли Химкам, причем мы проиграли ну с объяснением от Михаила Галактионова что мы потеряли тонус за время паузы на сборную, локомотив потерял тот самый важный игровой тонус и мы начали допускать ошибки там, где нам это не свойственно мы бросили играть, когда ну еще было куча времени для того, чтобы отыграться, забить еще но мы просто начали делать какую-то ерунду на поле, абсолютно несвойственную вот этому локомотиву но Михаил Галактионов решил, что надо этот самый тонус нарабатывать в играх и матч с Ростовом был здесь как нельзя кстати, потому что, ну по сути, вот тебе товарищеская игра да, она в антураже официальной игры, но по большому счету ты можешь какие-то там свои игровые связи налаживать и собственно выпустил туда практически всю основу единственное, что у нас опять не играл Сес Романтес, вместо него вышел Евгений Морозов ну а на правом краю атаки вышел Эдгар Севикян вместо Ильи Самошникова который на матч с Зенитом все равно не смог бы сыграть, потому что у него перебор желтых карточек ну вот собственно так и играли в матче с Ростовом мы пропустили глупо из дурацкого пенальти и смогли отыграться, с пенальти мы пропустили на 90 плюс минуте а отыгрались на 90 плюс 6 минуте да, то есть опять же вот этот самый локомотив, который умеет отыгрываться, который никогда не сдается другая команда, любая другая команда могла бы подумать ну ничего не значащим матча на 93 минуте пропустили окей, ладно, собрались, пошли домой но здесь локомотив, даже пропустив на 93 минуте все равно понимает то, что у нас есть еще несколько добавленных минут давайте попробуем отыграться пошли вперед и отыгрались в общем то, за что я и люблю очень сильно этот локомотив потому что, ну какой бы счет ни был ну да, наверное, если бы там совсем крупный счет был то это другая история но вот какой бы счет ни был какая бы минута ни шла ты все равно можешь ждать, что локомотив подойдет к чужим воротам возьмет да и забьет что-нибудь да, опять Сарвель отличился уж сколько он таких вот побед, ну или ничьих нам приносил в данном случае ничья, которая в итоге принесла победу потому что серию пенальти мы тоже выиграли ну и собственно главный вообще итог этой встречи это то, что никто не получил никаких травм да, я говорю про игру в кубке с Ростовом и мы при этом получили заряд положительных эмоций мы могли получить заряд положительных эмоций обыграв Ростов там со счетом 5-0 но это не путь локомотива, как вы понимаете путь локомотива это страдать и выгрызать очки сравнивая счет на последних секундах а потом в серии пенальти одерживать победу это не важно главное, что мы получили необходимый заряд уверенности мы получили заряд энергии ну и мы немножечко вошли в игровой тонус Галактионов сказал после матча, что ну проблем с физической формой быть не должно для нас все понятно через 3 дня на 4 играем против Зенита в общем-то времени для восстановления полно из Ростова едем на комфортном поезде поэтому о чем вообще волноваться ну решили сыграть основой, а что бы и нет да, то что мы в предыдущие матчи основой не играли а именно этот решили ну это видимо совпадение и по факту оказалось то, что действительно это решение принесло свои плоды и локомотив в матче с Химками и локомотив в матче с Зенитом это как будто было два абсолютно разных локомотива если с Химками глупые ошибки расконцентрация погосно в составе, который привозит голы немножко бросили играть после того, как пропустили глупый гол мы же сейчас с Зенитом тоже пропустили глупый гол абсолютно примерно даже на той же самой минуте что и с Химками но пропустив гол локомотив взял себя в руки и провел одну атаку, вторую атаку и там после заменки практически сразу же и сравняли счет вот собственно и то, как должен был играть локомотив с Химками вернулись из путешествия в Ростов-на-Дону в Санкт-Петербург и давайте теперь уже поговорим чуть более обособленно именно про эту игру и то, что ей собственно сопутствовало по составу никаких сюрпризов Эдгар Севикян заменяет Илью Самошниковым точнее, ладно, один сюрприз был но это такой кривенький-косенький сюрприз место в центре обороны заняли Сесар Монтес и Жорзино Немси никаких Погосновых, никаких Евгениев-Морозовых и, наверное, вот самый неожиданный сюрприз это появление Найра Текнезиана на левом фланге атаки который, ну, как будто бы можно объяснить тем, что Сергей Пеняев как-то для больших матчей не очень годится вот Найра Текнезиан в больших матчах наоборот привык себя показывать возможно у него какой-то вот ну, не очень ему интересно играть в матчах поменьше а вот в матчах побольше он вытаскивает все 100% из себя что у него есть да, ну, я не пытаюсь обвинить Текнезиана в том, что он не играет в матчах поменьше я просто говорю о том, что вот матч с ЦСКА и Текнезиан забивает на последних минутах, да там, в предыдущих играх Текнезиан Зениту забивал победные голы в общем, ну, любит человек забивать именно в больших матчах и именно важные мячи Сергей Пеняев же, ну, скорее такой, ну, ему нравится играть на пространстве но ему желательно, чтобы против него все-таки играли футболисты чуть ниже уровнем, чем сам Сергей Пеняев когда он втыкается в игроков высокого класса а у соперников обычно игроки высокого класса за исключением московского Спартака где он играл против Даниила Денисова тут у Сергея Пеняева возникают постоянно какие-то проблемы вот, поэтому, ну, в целом опять же, у нас нету явного основного игрока на позицию левого, такой еще футболиста мы уже видели и Найру Текнезиана в основе и Сергея Пеняева в основе и Вадима Райкова даже видели в основе слева, так что ну, как бы, Текнезиан и Текнезиан не могу сказать, что это меня как-то очень сильно удивило очень рад за то, что Мантес поправился и я не знаю, по какой причине он не играл с Химками и по какой причине он не играл в Ростове-на-Дону но, насколько же круто выглядит линия обороны Локомотива когда в ней играет Сесар Мантес вот, и в целом, вот, смотришь на линию обороны Локомотива да, против Зенита, казалось бы, команды которая умеет в позиционную атаку вообще умеет в быструю атаку в любую атаку умеет Зенит классные исполнители и Вендел играет, Клудини играет Лусяна Гондоу играет Кассиерра играет Андрей Мостовой играет ну, то есть, вот, все играют кроме Максима Глушенкова, который на травме и, ну, а что? а что они создали? ну, вот, создали момент после заброса забили гол после нашего углового в котором мы сделали полную дурость но об этом чуть попозже и, ну, пару навесов проходило и то, по большому счету, Ландрату вот так в игру вступать не приходилось только после каких-то дальних ударов так что мне очень нравится, как играет Немси мне очень нравится, как играет Монтес и мне особенно нравится, как они все вместе играют в паре вот, неделю назад смотришь на то, как играет Немси и Погоснов и чувствуется, что у каждого из них в голове какая-то паника и непонимание того, что будет делать партнер в той или иной ситуации а здесь все четко, все понятно Немси может спокойно идти вместе с мячом или там на перехвате куда-то вплоть до чужой штрафной он знает, что сзади Монтес все подстрахуется все будет как надо очень-очень это здорово я надеюсь, что это нам, конечно, сильно поможет в оставшихся двух матчах, которых нам нужно в двух матчах до перерыва в которых нам нужно обязательно забирать 6 очков и, ну, надеюсь, то, что все получится хотя Батраков получил желтую карточку Баринов получил желтую карточку и, по крайней мере, с центра поля у Локомотива будет не очень хорошо но вот, как я писал на Бусти подписывайтесь, кстати, что вот в эту часть сезона особую важность будут приобретать футболисты которые в первой части сезона чаще сидели на скамейке запасных вот, в частности, матч с Рубином будет очередной проверкой для Владислава Сорвели и, к счастью, для нас Рубин это, наверное, самый любимый клуб Владислава Сорвели потому что именно ему за Локомотив Сорвели забивал чаще всего не суть важна главное, что вот именно запасные футболисты должны брать на себя дополнительную ответственность и вот сейчас завозить нам результат Матч с Зенитом начался с того, что где-то первые минут 25-30 Локомотив не очень понимал, как ему выходить в атаку очень сильно Зенит нас придавил Локомотив пытался здесь, пытался там но, как только, не знаю, Батраков мяч получал на него тут же налетали, мяч отбирали пытались через фланги но на фланге, там, доставляли мяч условно говоря, до Севикяну там 3-4 человека его сразу закрывали и дай бог аут получалось организовать а то и обычно и без аута выходило и именно в этот момент, наверное, тяжелее всего пришлось Локомотиву, потому что, ну вот не получается у тебя да, нам удавалось отодвинуть игру от ворот и заставить катать мяч центральных защитников и Бариуса у Зенита но у нас не получалось в этот момент вообще ничего вот, наверное, 25-30 минут но потом не знаю, что произошло возможно, интенсивность игры Зенита чуть-чуть упала возможно, мы поняли чуть лучше, как Зенит играет и мы начали отнимать у них мячи сначала на своей половине поля потом и на чужой половине поля и потихонечку на чужую половину выбираться и создавать опасные моменты ну, собственно, наверное, самый главный самый опасный момент именно с игры был у Дмитрия Воробьева и он с левой ноги зарядил куда-то очень сильно выше ворот после шикарнейшей пятки Алексея Батракова потом был угловой в котором Сесар Монтест там с пару метров умудрился не попасть в створ ворот ну, в общем, а у Зенита так и ничего и не было, по большому счету, из опасных моментов кроме того выхода Андрея Мостового который был из офсайда так что, да, Зенит давил а по итогу, после вкуса и после первого тайма что, блин, а Локомотив-то должен был вести в счете начался второй тайм и второй тайм вообще начался с того что Локомотив придавил Зенит и уже солировал Эдгар Севикян который два раза сместился с правого фланга под левую, пробил поворотом один раз опасно, второй раз не очень опасно но вот, к сожалению для нас после того, как удары, который был опасный Локомотив заработал угловой и вместо того, чтобы навесить с этого углового у тебя, у Алексея Батракова в первый раз вышло супер опасно да, мы должны были открывать счет в этом моменте потому что, ну, Монтеусу никто не мешал бить поворотом и, ну, с пары метров, в принципе, можно мяч воткнуть в сетку и вместо этого, по какой-то непонятной для меня причине Батраков решил разыграть мяч с Нинаховым мы вообще не разыгрывали мяч в этой, вот, в первой половине сезона мы, ну, Алексей Батраков мог зарядить мяч со всей силы куда-нибудь по лицевой линии на ближнюю штангу и там должен был Баринов на этот мяч выскакивать и что-то с ним делать но вот так, чтобы разыгрывать и потом навешивать Локомотив вообще не делал а здесь вообще еще хуже история была потому что после розыгрыша после того, как в штрафную пришли Сесар, Монтеус, Рождино, Немси, Александр Сильянов и другие ребята, которые, в принципе, умеют играть головой мы зачем-то решили сделать передачу на линию штрафной мяч срезался, мы его кое-как выцепили Наир Тикнезиан вдруг решает сделать вертикальный заброс в штрафную площадь что, наверное, ну, еще хуже решение, чем просто разыграть угловой хотя у тебя шикарно летят передачи чуть позже там будет еще один угловой и он снова классно полетит и Латышонок до него не доберется ну и в итоге, да, в итоге вертикальная передача мяч в ногах у игроков Зенита и вдруг оказывается то, что все наши игроки обороны находятся в штрафной площади Зенита а Зенит побежал в быструю атаку очень быстрый Андрей Мостовой еще там тоже пару футболистов Зенита тоже очень быстрые а Максим Нинахов, которому пришлось бежать фактически от лицевой линии ворот Санкт-Петербурга, Зенита ну, он никак не успевает добежать до Мостового ну и просто банально в скорости Максим проигрывает Андрею что не является какой-то, ну, каким-то супергрехом ну, просто не должно такое происходить Локомотив просто сделал глупость вот именно, что, ну, все, ну не получился у вас угловой доведите мяч до вратаря или доведите мяч куда-нибудь на фланг и дайте вернуться футболистам чтобы не пропустить быструю атаку а так мы фактически сами, своими ногами создали эту самую голевую атаку Зенита потом еще раз была достаточно похожая атака у Зенита но она случилась из-за того, что Максим Нинахов поскользнулся и упал на ровном месте в этом матче наши футболисты падали раз 15-20, наверное в том числе пару раз это было очень опасно один раз Дмитрий Баринов, например, упал когда пытался перехватить мяч но на смене движения у него ноги поехали он упал на ровном месте и в итоге мяч достался игроку Зениту игроку Зенита в непосредственной близности от нашей штрафной площади ну там ничего опасного не случилось потому что сам Баринов встал и помог отобрать этот мяч вот, а в случае с Нинаховым получилась очень похожая атака потому что все побежали вперед нам нужно было забивать и тут бац, Нинахов падает и мяч достается, по-моему, Андрею Мостовому и абсолютно похожая ситуация на то, как был забит гол но в этот раз в роли последнего защитника единственного защитника, который остался оказался Сесар Монтес который, ну, плюс-минус понимает как в таких ситуациях играть дождался передачи на Артура и выдавил Артура не дал ему толком ударить по мячу в итоге мяч оказался в руках у Лантратова там удара как такового не вышло вот в остальном, опять же, у Зенита ну, какие-то стандарты, какие-то навесы но не более того а Локомотив отвечал и Локомотив ответил, во-первых, заменой после того, как мы пропустили гол и Сергей Пеняев неожиданно вышел не на левый фланг, как это часто бывало а на правый потому что, ну, справа нужно было заменить Эдгара Севикяна и Ильи Самошникова не было поэтому Сергей Пеняев вышел на правый фланг и чуть ли не первым касанием выдал идеальную передачу на Алексея Батракова а Алексей Батраков эту идеальную передачу превратил в очень сложный гол по исполнению ударом в касание от газона в самую девятку Лутушонок прыгал и даже практически дотянулся до этого мяча но удар получился слишком хорошим и залетел в сетку да, ну, очередная история про то, что Сергею Пеняеву надо играть справа, а не слева но я не буду об этом в очередной раз затягивать разговор просто, ну, вот смотрите сколько минут понадобилось Сергею Пеняеву для того, чтобы создать опасный момент играя справа у него потом еще было пару хороших забегов по правому флангу где он проникал в штрафную но у него не получалось передачку отдать в одном месте делал финт и упустил мяч не суть важна и Локомотив продолжал, в общем-то, играть в своем стиле единственное, что ну, похожий был вайп по матчу со Спартаком но единственное, что там у нас был Илья Самошников который два, ну, неочевидных момента превратил в очень качественные удары и голы а здесь у нас был в одном случае Дмитрий Воробьев в другом случае Тимур Сулейманов момент, который, конечно, будет долго еще снится футболистам Локомотива и болельщикам Локомотива да, шикарнейший врыв шикарнейшая пятка Дмитрия Баринова Тимур Сулейманов с левой ноги бьет в дальний угол и не попадает Тимур Сулейманов, во-первых, мог сам пробить и забить но, во-вторых, у Тимура Сулейманова было как минимум два шикарных продолжения и один полушикарный вариант с Алексеем Батраковым с которым, в принципе, тоже можно было обыграться и тоже было бы довольно опасно но Тимур Сулейманов тоже предпочел ударить на силу мяч облизал штангу и 1-1 так и осталось на табло к сожалению увы ну, что поделать наверное, 1-1 это довольно справедливый итог этого матча но очень жалко, что, имея несколько очень классных моментов это и момент Монтесса, момент Воробьева, момент Тимура Сулейманова потом еще Воробьев неплохо головой бил после того, как ему наиртик нельзя навешивал такие моменты надо реализовывать таких моментов не было у Зенита и в этом плане, конечно, хотелось бы, чтобы в больших матчах Локомотив, ну, получше и по собраннее подходил к реализации своих голевых моментов потому что в матчах с Рубином, с Факелом ты не реализовал один момент ты точно знаешь, что у тебя будет еще момент, еще момент, еще момент ну, потому что Локомотив так играет и... ну, мы это видели уже по ходу сезона в матче с Зенитом, в матче с ЦСКА, в матче с Краснодаром, с Протаком у тебя не будет много моментов и поэтому тебе их надо обязательно решать и, ну, подходить максимально собранно и пытаться выбрать самое правильное решение довести мяч до, ну, идеала если есть партнер в открытой позиции отдай ему передачу да, я понимаю, что ты очень хочешь забить я понимаю, что ты очень хочешь быть героем Локомотива спасителем Локомотива но если есть партнер в лучшей позиции отдай ему передачу да, та же самая история в первом тайме была там, не знаю, у Леши Батракова он получил мяч около штрафной площади вошел в нее и он мог бы сам пробить но забегал Дмитрий Баринов и он отдает передачу на Дмитрия Баринова ну, надо делиться с партнерами да, когда они находятся в хорошей ситуации когда соперник не имеет возможности ни перекрыть ни передачу, ни удар поворотом там от того же Тикнезиана или от Сергея Пеняева да, просто посмотрите на это пространство вы видите, насколько его много да, Сулейманов имел право бить я совершенно не спорю с этим момент открытый бей с левой ноги, но но надо попадать и надо забивать если ты берешь на себя ответственность то, соответственно, и бери критику на себя вот, но и что меня, наверное, больше всего триггерит в этих ситуациях это то, что там настолько маленькое пространство до ворот расстояние до ворот что тебе не надо бить на силу ты можешь просто покатить мяч просто покатить мяч в угол и нету никаких шансов вратаря, что он его достанет если ты сделаешь, ну, даже не удар а вот пас куда-то под дальнюю штангу к сожалению, Дмитрий Воробьев и Тимур Сулейманов нас любят бить на силу и это не приводит к большому количеству забитых мячей в тех ситуациях, в которых Локомотив мог бы забивать отдельную историю хочется затронуть это судейство я редко в этих видео говорю про судейство я думаю, что вы это заметили судейство в матче с Ростовом это отдельная песня Егор Егоров замечательный судья жалко, что немножечко не видит того, что происходит на поле уже не первый матч но бог с ним а вот тут Сергей Карасев человек более именитый и вроде более заслуженный но только в первом тайме он пропустил удар мостового с локтя в Нинахово без борьбы за мяч пропустил удар шипами в Нинахово где-то в район живота грудной клетки вообще решил, что это не фол да и в случае, когда с локтя мостовую ударил тоже решил, что это не фол пропустил удар шипами Бариуса в Батракова просто влетел на радиусе штрафной и то ли Сергей Карасев решил, что надо дать принцип преимущества и пробить Жерезино Немси с 30 метров это опаснее, видимо, чем штрафной удар с радиуса штрафной площади либо просто не увидел этот момент потому что это тоже, по его мнению, не фол и не желтая карточка для Бариуса хотя там открытыми шипами просто влетел в Батракова и, ну, самый опасный момент и самый страшный момент это Монтуана на Батракове который, на мой взгляд, это очень близко к красной карточке и это тоже оказалось не фолом со стороны Сергея Карасева это для меня, честно говоря, очень странно потому что, ну, всегда, во все времена говорили о том, что когда идет агрессия когда, ну, то есть ты можешь высокую планку единоборств поставить я только за, да, вот у тебя есть единоборство ну, кто-то быстрее, кто-то медленнее и ты даешь бороться в этих самых ситуациях но когда есть удары, когда есть агрессия когда есть открытые шипы ты всегда должен останавливать игру потому что здоровье спортсменов важнее и в итоге он тут не дал, тут не дал, тут не дал, тут не дал и все это привело к тому, что в концовке игры Монтуан просто в сумасбродном подкате пошел открытыми шипами в голеностоп Батракову и тому чуть ногу не сломал к счастью, тьфу-тьфу-тьфу кажется, у Леши крепкие ноги и все обошлось, да будет ушиб обязательно он пропустит определенную часть подготовки к матчу с Рубином но он все равно в матче с Рубином не сыграет но, слава богу, самое страшное кажется, обошлось кажется, не будет никаких последствий для связок и мышц Батракова, это, кстати, тоже отличительная черта Алексея у него очень крепкий корпус он постоянно, да, он же всегда самый маленький, но со всеми борется и я не помню такого, чтобы он пропускал длительные отрезки из-за каких-то травм он в этом плане крепкий и такой жилистый парень вот, но тем не менее, да но так нельзя играть в футбол и к этому привело то, что Сергей Карасев просто отпустил нафиг нити игры и просто давал игрокам Зенита бить игроков Локомотива даже штрафных за это не назначай, не то, что желтые карточки не показывай вот, но не одобряю такое слава богу, что в этот раз обошлось но могло ведь и не обойтись и в этом был бы виноват только один человек на поле, это Сергей Карасев ну, два Монтуан, который полетел в этот подкат и Карасев, который это все допустил своим высокой планкой единоборств который по факту не высокая планка единоборств а просто как в стиле Егора Егорова ничего не вижу вот, но и да, был момент еще, где сам Батраков мог заработать вторую желтую карточку но там как раз было просто самое обычное единоборство подкат сбоку практически дотянулся до мяча Батраков да, можно за это показывать желтую карточку но когда ты не показываешь желтые карточки за открытые шипы и удар с локтя ну, странно требовать желтую карточку за обычный подкат ну что, это вот такие эмоциональные качели в этом матче слава богу, локомотив отыгрался Алексей Батраков вышел на первое место в гонке бомбардиров без двух человечков мы будем играть против Рубина но зато вернется Илья Самошников важный футболист для нашей команды ну и посмотрим через неделю, что локомотив придумает ну вот самый главный для меня итог это то, что матч с Химками это действительно ну просто случайность следующие игры, что с Ростовом что с Зенитом показали, что нет локомотив все еще тот характерный много создающий готовый играть абсолютно с кем угодно да, есть определенные проблемы сейчас с завершением не летит мяч в ворота но это, я думаю, что дело поправимое и будем забивать тем более, что еще раз, да, я надеюсь, что игроки запаса Вадим Раков Эдгар Севикян там, не знаю Сорвели Владислав они чуть-чуть добавят сейчас вот в концовке сезона и добудут нам те недостающие голы которые у нас сейчас есть вот браво Галактионову его авантюра с основой в Ростове удалась команда против Зенита смотрелась очень солидно и многие говорили о том что да, что все локомотив сдулся локомотив там Химком проиграл сейчас полетит вниз и это болельщики локомотива очень многое говорили после Химок но нет локомотив действительно одна из сильнейших команд в чемпионате и в игре с Зенитом она это еще раз доказала браво и ждем теперь игры с Рубином всем спасибо подписывайтесь на канал ставьте лайки с вами был Тим пока пока пока